У нас сейчас будет последний доклад. Выступит Артем. Артем лид уже известного вам продукта на сегодня. Это iRUN из 5 тех. И Артем нам расскажет про разметку данных и как сэкономить ресурсы на ней. Причем небольшой спойлер. Как-то в офисе Артема спросили, занимается ли он сейчас разметкой данных сам. На что он ответил, что у него есть для этого джуны и LLM. Наверное, об этом как раз таки Артем тоже нам поведает. Артем, тебе передаю слово. Спасибо всем. Презентация у меня тут. Опа, появилось. Первый слайдик. Ну ладно. А, вот назад есть. Итак, про что мы сегодня поговорим? Про разметку данных с использованием больших языковых моделей. У нас, наверное, за эти 20 минут контекст обновился, но давайте быстренько пройдемся. Что такое большие языковые модели? Во-первых, это модели, модели глубокого обучения. Во-вторых, это языковые модели, то есть они моделируют наш естественный язык, ну или какие-то близкие к нему, например, языки программирования. И это большие модели. Соответственно, обычно в них счет параметров идет на миллиарды, десятки или даже сотни миллиардов. Что для нас важно в решении задачки разметки? То, что LLM-ки на самом деле могут решать достаточно большой класс различных задач, связанных с обработкой естественного языка. Это может быть суммаризация, это может быть выделение сентимента, выделение именовольных сущностей, машинный перевод и так далее и тому подобное. Достаточно большой набор задачек. Как мы взаимодействуем с LLM? Ну, собственно, как мы взаимодействуем? Мы берем некоторый промпт, инструкцию, подаем ее на вход нашей языковой модели и, собственно, получаем результат. При этом стоит помнить, что для нас важно иметь достаточно качественные промпты, то есть от качественного промпта может зависеть достаточно сильно результат работы нашей языковой модели. Ну, собственно, примерчик. Если мы смотрим на левый примерчик, то здесь просто написано «напишем интересный текст», это не очень хороший промпт. Промпт получше будет выглядеть так, что мы напишем роли нашей LLM, мы напишем, сколько нам нужно предложений, напишем тон, который от нее ждем. И это, на самом деле, все еще можно даже улучшать дальше. Зачем мы вообще размечаем данные? Это второй, собственно, вопрос про LLM мы поговорили, а теперь мы про разметку поговорим. Очевидно, что наши модели, которые мы используем в машинном обучении, они не знают ничего о мире, и, соответственно, эту информацию о том, как мир функционирует, или какой-то кусочек этого мира, как он функционирует, мы должны передать сами. Как же мы это можем сделать? Ну, достаточно просто. Мы можем к нашему набору данных предоставить некоторый дополнительный набор данных, меток каких-то, либо справочной информации, которая, собственно, будет указывать. Это кошечка, это собачка, или это что-то другое. Соответственно, такой процесс, когда мы расставляем некоторые метки или дополнительные значения к нашему набору данных, называется разметкой данных, или Data Labeling. Например, мы можем, собственно, решать задачку в делении сентимента. Мы хотим узнать, это позитивный или негативный отзыв. Соответственно, если мы просто хотим решить эту задачку, то модель этого заранее не знает. Поэтому нам нужно, как человеку, рассказать, что вот эти отзывы позитивные, а вот эти негативные. Например, если вам на ногу упала коробка с грушей, наверное, это не очень позитивный отзыв. А если вы довольны, счастливы и заходите в магазин каждый день, ну, наверное, это позитивный все-таки отзыв. Что происходит при разметке данных? Ну, на самом деле, это один из примеров. Ребята уже показывали, как выглядит интерфейс разметки данных. Это тоже один из инструментов. Это задачка, так называемая Named Entity Recognition, то есть выделение именованных сущностей. Как мы можем заметить, человек видит некоторый текст, который ему дается на вход, и размещает, кого он тут видит, какую-то персону, дату, организацию, место, в котором происходит, собственно, дело, про которое пишут и так далее. Какие у нас есть сложности с разметкой данных? Ну, во-первых, если у нас большая организация, а X5 достаточно большая организация, у нас могут быть огромные объемы данных, огромный запрос на решение различного рода задач машинного обучения. Соответственно, это требует достаточно больших затрат временных и денежных на то, чтобы получать разметку данных. Второе. Наши данные должны постоянно находиться в актуальном состоянии. То есть, если мы единожды получили некоторую разметку, то в какой-то момент она может устареть, к сожалению. Например, высказывания, которые были позитивны в XIX веке, сюрприз-сюрприз, в XX веке могут быть уже не позитивными, наоборот. Ну, конечно, это утрированный пример, но все же. Третья история. Наши данные должны быть согласованными. То есть, если нам разметку готовит один человек, у него могут быть некоторые предубеждения, байсы, собственно, какие-то представления о мире, которые на самом деле с объективной реальностью могут отчасти расходиться. Как мы этого обходим? Мы берем не одного человека обычно, а несколько человек, которые один и тот же кусочек текста размечают. Например, двое из них скажут, что это позитивный сентимент, один негативный. Ну и в консенсусном решении мы примем решение, что это все-таки позитивный сентимент. Ну и последняя история, которая в нашем случае, наверное, чуть менее важна, но все же важна. То, что более специализированные данные требуют больших затрат на разметку. Ну, например, в том же домене медицины или республиенции у вас специалисты достаточно дорогие, их сложно найти, их нужно выцепить, чтобы они разметили вам данные так или иначе. Давайте проговорим вот из один из примеров сложности, который поговорил про стоимость разметки. Этот пример для западного рынка, одного из ресурсов. В принципе, в России, если хотите посмотреть, можно зайти на Талаку Яндекс, посмотреть, сколько там стоит разметка той или иной задачки и, собственно, узнать. Ну, давайте для примера возьмем вот такую стоимость. Слева у нас получается это стоимость классификации какого-то текста, и это получается где-то от десятой доли цента до десятков центов. Для выделения умнованных сущностей это бы уже от нескольких центов до тоже десятков центов. А, например, для текст-объектов на видео это уже до доллара будет ходить. Если переводить на рубли, получается от рубля или нескольких рублей до, собственно, десятков и сотен рублей на одну метку данных. Давайте рассмотрим некоторый пример. Он слегка выдуманный, на самом деле близкий к реальности. Предположим, у нас есть некоторый набор данных в несколько сотен тысяч наименований, в две сотни, если конкретней, товаров. Мы хотим из них выделить некоторые именованные сущности. Ну, например, бренды. Вот пришли к нам тексты, в которых почему-то не выделены бренды. Сколько же мы будем денег тратить на то, чтобы разметить эти данные? Предположим, что у нас там одна метка стоит пару рублей. В таком случае наши 200 тысяч меток превратятся, значит, в где-то около полумиллиона рублей. При этом, если захотим получить некоторое пересечение разметки, чтобы это сделали несколько человек, ну, мы удорожаем это в несколько раз. То есть это уже не полумиллиона, например, полтора миллиона. Для каких задач разметка может быть нужна, в принципе, в домене ритейла? У нас достаточно много различных команд, которые занимаются машинным обучением в X5, и задачи эти достаточно разнообразны. Ну, вот несколько примеров, которые я приведу сегодня. Первое — это выделение намерений пользователей. Например, когда человек обращается к нам в службу поддержки, он может хотеть активировать карту, пожаловаться на нас или еще что-то сделать. Если мы хотим частично эту работу автоматизировать, например, активацию сделать автоматической, нам, наверное, нужно выделять интенд этого пользователя, то, что он хочет. И в таком случае перераспределять его на другие, значит, сервисы. Тут нам, конечно, требуется разметка, потому что, опять же, модель не знает, что пользователь хочет. Это нужно человеком разметить. Например, я хочу обратиться и пожаловаться. Это один интенд. Я хочу, значит, активировать карту. Другой интенд. Второй пример — это выделение товарных признаков. Про это уже сегодня проговаривал. Например, у нас есть какой-то набор данных о товарах, которые мы когда-то получили, и мы хотим узнать их новое какое-то свойство. Ну, например, подходят ли это товары к ЗОЖ какой-то тематике или какой-нибудь специфичный вкус, не знаю, есть ли там умами вкус. Это приходится делать человеку. Не пробовать товары, конечно, размечать. И третья история — это определение настроения пользователя. Про это, опять же, немножко проговаривал. У нас есть некоторые отзывы, например, в интернете, которые пишут о наших магазинах. И мы хотим знать, они позитивные или они негативные. Какие есть плюсы использования LLM в разметке? Первый, наверное, достаточно большой плюс — это ниже стоимость разметки. То есть тут примерный расчет приведен. Цены могут, кстати, поменяться с того момента, как я вносил, потому что, по-моему, там новая модель GPT-шная выходила. Но все же они примерно такие. И в целом это, скорее всего, будет стоить в несколько раз. Некоторые авторы приводят до семи раз снижение стоимости. Но можно, наверное, сказать, что два, три, четыре. Второе — выше скорость разметки. Ну, очевидно, это делает машина, это делается автоматизированно. Соответственно, человек может болеть, человек может быть нехорошо. И так далее и тому подобное. Авторы в указанной статье внизу, они приводят увеличение скорости разметки где-то в десятки раз. И последнее — адаптивность. Как я уже говорил, большие языковые модели могут решать множество разных задач. И, в принципе, если мы меняем промпт, который подаем на вход, мы можем резко сменить, например, задачку с разметки именованных сущностей на выделение сентимента. И поехать дальше. Какие у нас есть способы применения больших языковых моделей в разметке? Ну, самый простой и глупый способ — это взять и засунуть наш текст, значит, в LLM и сказать «давай мне метку». Вот примерно слайде некоторого промпта. Здесь мы просим указать, это позитивно, негативно или нейтральное высказание. В данном случае это в каком-то фильме. Видно, что это вроде как хороший фильм, насколько я вижу здесь по тексту. В целом мы подаем это просто в LLM, и LLM нам говорит «позитивно», «отлично». Но мы, наверное, хотим контролировать этот процесс. Как ребята уже говорили, языковые модели могут в самый неожиданный и не очень приятный момент для нас сойти с ума. И в таком случае мы получим очень много разметки, но очень много некачественной разметки. Соответственно, обычно можно приходить к некоторому такому промежуточному подходу, где мы все-таки используем человека, но неполноценно. Мы даем, например, ему перепроверить за моделью, насколько адекватные результаты получились. Обычно это более быстрый процесс, чем делать это с нуля. Соответственно, такой подход называется «человек в цикле» или «human in the loop». Мы так тратим меньше ресурсов на разметку, при этом соблюдаем баланс между ценой и качеством, потому что у нас это верифицировано человеком. Такой еще есть у нас способ использования. Возвращаясь к тому, что мы можем получать разные виды промтов, и их качество сильно будет влиять на качество нашей модели, мы можем поиграться с этими промтами. Если у нас есть какой-то набор чистых данных, размеченных, которые мы считаем сравнительно эталоном, а обычно он в тот или иной момент у нас появляется, потому что человек все равно перевалидирует, если мы не просто с нуля нагенерировали LLM, и, значит, пихнули дальше по пайплайну. А если человек посмотрел, то у нас появится какой-то эталонный датасет. И вот на нем мы уже можем экспериментировать с нашими промтами, так или иначе получая более качественные. Либо вручную меняя, значит, промт, и смотря на сколько более корректной получилась разметка по сравнению со эталонной, либо автоматизированно его меняя, и, собственно, подходя к тому самому прекрасному промту, который будет повышать качество. Продолжая разговор о промтах, давайте поговорим о некоторых техниках, которые могут улучшить их, которые, в принципе, применимы и в домене, в домене, большое слово, в задаче разметки данных посредством больших языковых моделей. Ну, первый подход, он достаточно известный, это подход в Hueshot. Что же мы тут делаем? Мы берем несколько примеров, которые подаем внутрь промта, тем самым рассказывая модели, а, собственно, что является хорошо или плохо, большой языковой, и таким образом она лучше настраивается на решение нашей задачки. Удивительно, но это, правда, работает, и статьи, собственно, научные нам доказывают. Вот пример промта, который можно использовать. Например, опять же, мы классифицируем текст на негативное, нейтральное, позитивное. Мы пишем позитивный пример о том, что все хорошо, отличный магазин, уютный, все прекрасно. Мы делаем негативный пример. Сделала заказ, прождала, и мне никто не приехал, все очень плохо, мне не нравится. И последний мы просим, собственно, закончить. Вот у нас здесь неоконченное такое пространство, и он что-то должен ответить. В принципе, можно было бы больше провести примеров, но на слайд больше не влезет, очевидно. Но стоит помнить об особенностях Hueshot. Первое, для нас очень важно не накосячить с распределением входных меток. Почему? Потому что если мы одни позитивы вот сюда в промо запихаем, то, скорее всего, модель подумает, что мы и хотим от нее позитивы. Это сместит сильно баланс, мы получим смещенные, некачественные, некорректные данные. Поэтому желательно соблюдать примерно такой же баланс, который есть у нас в исходных данных, ну или хотя бы на эталонном датасете. Вторая история. У нас могут быть сложности в доменно-специфичных областях, потому что модели может не хватать все-таки некоторого сознания, чтобы понимать, что от нее хотят. И с более сложными задачами на какие-то размышления, на выделение более специфичных вещей, например, поддерживается ли эта позиция фактами или нет. Соответственно, это вторая проблема, особенность. Продолжаем. Какая еще у нас есть техника, которая может улучшить наши промпты для разметки данных? Это достаточно известная техника тоже, которая называется цепочка размышлений или chain of thoughts. В самом простом виде мы просим модель, собственно, думать шаг за шагом. Как и человека можем попросить, ты успокойся, подумай, вот постепенно шаг за шагом, а что же нужно тут сделать? И удивительным образом это, конечно же, тоже работает. При этом мы можем использовать некоторые объединения, не только цепочки размышлений, но и, собственно, его как-то миксовать с фьюшотами и прочими техниками. Ну, вот, собственно, здесь пример более базового промпта. То есть, опять же, мы классифицируем текст на, значит, является ли это объективным высказыванием или это какое-то субъективное высказывание. При этом мы просим все-таки думать шаг за шагом. Но мы можем, как я сказал, миксовать или можем, например, улучшать это описание. То есть, мы можем попросить не просто думать шаг за шагом, а привести пример логики, как нужно думать шаг за шагом. Ну, например, для той же математической задачи мы можем привести несколько примеров и сказать, что это основывается примерно на таких правилах. Соответственно, пожалуйста, помни о них. Скорее всего, это улучшит результирующее качество. Соответственно, вот здесь, например, можно было бы добавить забавную такую кусочек текста о том, что оказывается добавка last thing step by step основана на результатах такой-то вот статьи. Это, правда, реальная статья. Соответственно, это, скорее всего, подтверждает, что это объективный факт, а не субъективное мнение. Возвращаясь к вопросу о промтах, еще раз возвращаясь к нему, но мы уже почти заканчиваем с ними, не стоит забывать про то, что желательно форматировать выход наших результатов. Мы можем, в принципе, задать выход в том или ином формате, который мы хотим применить. Это может быть JSON, это может быть YAML, собственно, какой мы хотим. Почему это желательно использовать? Потому что это ускоряет нам процесс разработки и, собственно, стандартизирует выход. То есть, если мы просто просим модель так или иначе ответить, нам придется парсить. Он ответил позитивно, негативно, он ответил предложением, где есть позитивно, или еще что-то написал. Если мы его попросим прям четко, пожалуйста, создай некоторый JSON с некоторыми полями, скорее всего, модель будет склонна отвечать именно таким образом. Ну, вот пример промта, опять же, на слайде. Мы предлагаем модели представить себе разметчиком данных в области Named Entity Recognition и нужно создать некоторый JSON, который будет, значит, категоризировать наши слова по некоторым ключам. При этом, на самом деле, мы могли бы еще этот JSON-формат тоже добавить, он просто не влез на слайд, очевидно, и тогда бы модель лучше понимала, что от нее хотят. При этом в лангчейне все еще проще, там есть целый функционал готовый для того, чтобы формировать запросы так, чтобы он отвечал нам JSON-чиком, и, собственно, потом парсить ответы. Единственное, что нам стоит помнить, а на самом деле не единственное, а на самом деле даже две вещи. Первая вещь, которая нам стоит помнить, что нам нужно валидировать схему результата, то есть когда мы ее получили, лучше перепроверить, что он нам нагенерировал, чтобы мы потом не свалили эти данные, и вдруг у нас следующий скрипт или какой-нибудь обработчик на этом не провалился. А вторая история, которая стоит помнить, что если у нас модельки неглубокие, с небольшим количеством параметров, они могут вас не понять. То есть они типа посмотрят, спасибо, что ты предложил мне ответить JSON, я отвечу позитивно. Ну, есть такая проблемка. Какие у нас есть инструменты для разметки? Очевидно, что когда человек смотрит на эту историю, давать ему просто Excel-ку или, значит, просто какой-то JSON-чик, это не очень хорошая история. Поэтому, как ребята уже рассказывали, мы используем некоторые инструменты, некоторые мы не используем, я их привел как еще альтернативы на рынке. На рынке их прям очень много. Есть как платный инструмент, так open-source. Мы вот используем Label Studio. Есть, например, так называемый Docana. Это тоже небольшая библиотечка, ну, как сервис некоторый, который можно себе поднять локально, и он позволяет размечать данные, именно текстовые данные. Там есть несколько разных типов задач, которые можно реализовывать с помощью Docana. Последняя история — это вообще целый фреймворк для того, чтобы автоматизированно строить разметку, делать разметку. Это на самом деле акроним, и там автоматизированная разметка данных. Вот у нас есть Data Labeling. При этом, что интересно, даже такие большие истории, известные как Label Studio, в своей работе, собственно, в реализацию своего функционала добавляют такие фичи, которые позволяют работать с большими языковыми моделями, чтобы предварительно предразметить данные, а потом уже человек как бы перепроверил. То есть даже это уже готовая история получается. Какие же есть все-таки минусы? Как у любого решения, очевидным образом есть они, есть. И у больших языковых моделей для разметки данных тоже, конечно, не есть. Первое — это возможное смещение. Как ребята уже говорили, для разных языков, особенно редких языков, могут быть проблемы с тем, что модель достаточно не очень много видела примеров, не очень много задачек для этого языка видела, и, скорее всего, она будет не очень понимать наши запросы и то, что мы от нее хотим, и выдавать, скорее всего, не очень корректную разметку. Для русского, наверное, это проблема в меньшей степени, хотя зависит от модели, которую вы используете. Для некоторых моделей это будет достаточно большая проблема, если там очень маленький корпус русского языка был внутри. Скорее всего, он на русском ничего вам не разметит нормально. Вторая история — это постоянная поддержка. То есть если мы какую-то автоматизированную историю у себя поднимаем, нам нужно, наверное, за ней следить, за качеством результатов, значит, за тем, что у нас происходит, не обвалилось ли там что-то, адекватно ли оно работает, не выдает ли оно нам чушь и так далее и тому подобное. Все это, конечно, накладные расходы, которые нам приходится нести. Ну и третья история — это ограничение с текстовыми данными. Если мы говорим про большие языковые модели, то у нас есть естественная ограниченность, потому что они языковые, они работают с текстом. Мы, конечно, можем пытаться и последовательности как-то запихнуть, еще какие-то данные преобразовать за суть ВЛМ, но, скорее всего, она не очень их поймет. Конечно, сейчас развиваются активно мультимодальные модели, ну, как бы выходят, как по мне, они реже, чем языковые модели, честно. Но, скорее всего, в какой-то момент они их догонят, собственно, по частоте выхода, и мы будем рады и счастливы. Но пока это ограничение все еще есть. Какие у нас есть примеры использования уже более конкретно именно в нашем подразделении для наших задач, когда мы работаем с большими языковыми моделями? Первая история — это перефразирование вопросов. Собственно, ребята про парафраз говорили тот или иной. Если мы работаем с чат-ботами, мы хотим иметь какой-то корпус текстов, значит, вопросов, которые, и ответов, которые мы можем получить. Ну, хотя бы вопросов. Если это у нас уже работает история, ну, конечно, мы можем с реальности это собрать. Если она еще не работает, ну, откуда нам это получить? Нам нужно самим этих вопросиков, наверное, написать. Но это может быть не так просто, и это может быть достаточно трудозатратная история. Почему бы нам не попросить, значит, ЛЛМку представить себя обычным Петровичем, который, значит, возит на фуре товары в пятерочку, и задать вопрос, как Петрович. Возможно, она справится, и, ну, скорее всего, она какой-то вариант нам выдаст. И это нам поможет в нашей работе. Вторая история достаточно похожая, но все еще немножко отличающаяся. У нас есть еще и вопрос-ответные модели. То есть мы хотим обучать модель вопрос-ответ. Для этого нам нужна какая-то корпус текстов, который будет состоять из вопросов и ответов. Удивительно-удивительно, но для вопрос-ответной системы нужны вопросы и ответы. Как нам их генерить? Ну, опять же, нам нужно в модельку попросить ее прикинуться кем-то, кто будет задавать вопросы по нашему набору данных. И, соответственно, мы так сгенерируем, а потом просто человек перепроверит, отфильтрует и сможет, значит, дальше с этим работать. Ну, и последняя история от расстановательной чувствительной информации. Если мы хотим работать с внешними модельками, то мы не очень хотим, чтобы часть этих информаций протекала вовне, поэтому нам нужен инструмент маскирования, как мои коллеги говорили. А для этого, наверное, нам нужно решить задачку не распознавания именовных сущностей. А чтобы ее нам решить, нам нужно разметить данные этих именовных сущностей. Ну, здесь нам тоже поможет LLM. Итоги. Первое. Использование LLM в разметке позволяет сэкономить нам время и деньги за счет частичной автоматизации процесса. Второе. Если мы применяем LLM, нам нужно это делать аккуратно, потому что все еще есть детские болезни и особенности работы моделей, те же галлюцинации, которые могут нам всю малину испортить. Третье. Использование инструмента полезно на масштабе. То есть, если у вас эта задача возникает редко, вам это нужно раз в полгода что-то там разметить, скорее всего, вам проще выделить одного джуна на день, а значит неградить вот эти городушки с LLM. И четвертое. Полностью автомизировать процесс скорее всего не выйдет. Желательно все еще, чтобы приглядывал за этим человек. Иначе есть возможность столкнуться с непредвиденными последствиями, когда мы сгенерируем очень-очень много не очень хороших данных. У меня на этом все. Спасибо. А, вопрос. У меня такой вопрос. Как вы думаете, можно ли... Два вопроса. Первый вопрос. Как вы думаете, можно ли применять LLM для разметки задачи перевода? Например, есть один язык, есть второй язык. И какой-то у меня внутридоменных данных. Например, если это переводы медицинские, допустим. У меня их нет. Но мне хочется, чтобы у меня мой переводчик точно для них переводил. Можно ли это сделать при помощи LLM-моделей? Я думаю, что да. Но зависит, наверное, как я уже говорил, от языков, которые используются, и от специфичности области. Возможно, с доменной областью могут быть проблемы. Для более общих задач можно попробовать как минимум часть синтетических данных нагенерировать, смешать, например, что делают люди, и, значит, что делает моделька под место такое сделать. Хорошо. И второй вопрос. Вот я правильно понял то, что вы посчитали цифры, то, что вот человеком дорого переводить. Но наверняка человеком, особенно если там еще три человека будут переводить, получится точно. А проводите ли вы какой-то трейд-офф-анализ между точностью разметки человека и дороговизной этого процесса, и, соответственно, дешевизной процесса перевода моделью, и, может быть, более низкой точностью? Да, я как раз про это, в принципе, говорил, когда говорил о подходе человека в цикле. То есть в целом желательно, чтобы человек участвовал. Тут кажется, что для каждой отдельной задачки нужно решать самим, потому что стоимость разных задач, как я уже показывал, может быть достаточно разной. В каких-то случаях, возможно, реально дешевле, а просто людьми будет все размещать и даже не париться. В каких-то случаях, возможно, будет удобнее миксовать. Например, у нас, значит, два человека размещают и третий LLM. То есть мы все равно треть сэкономили, но при этом у нас консенсусное решение, может быть, не сильно из-за этого упадет за счет того, что у нас, например, два качественных человека есть. Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо, Артем. Очень интересно было послушать. Вот вы упомянули чуть раньше, что LLM-ку можно обучить свою под предметную область. А есть ли какой-то ориентир? Вот какой толщины должен быть корпус текстов? Ну, понятно, в строках, да, например, или в количестве символов, чтобы можно было говорить про что-то применимое промышленно. Тут, наверное, так не отвечу быстро. В принципе, наверное, даже на небольших объемах можно использовать подход RAC, про который ребята рассказывали. Когда мы просто по базе знаний ищем, и, значит, выдаем результаты. В принципе, там, скорее всего, и с малыми объемами будет неплохо. Если что-то дообучать, тут, наверное, надо экспериментировать. Скорее всего, от домена к домену будет зависеть. Там, какой-нибудь адаптер обучать, возможно, может быть проблематично, особенно для редких доменов с редкими знаниями, да. Спасибо. Хорошо. А вот еще вы один из кейсов, по-моему, упомянули, например, достать производителя или бренд, я не помню, да? Одну из первых слайдов. Вот понятно, что промышленный случай применения, это не человек пишет в чат, там, найти строку, достанешь ее производителя, быстрее просто самому глазами увидеть. А, наверное, извлечение атрибутов – это штука массовая, пакетная, да. Вот насколько применимы LLM для того, чтобы из корпуса, там, десятков или сотен тысяч строк, да, из каждой строки, если там есть, вытащить тот или иной атрибут. Не обязательно нерв, просто это может быть, там, какое-то свойство. Ну, как раз это на масштабе лучше работает. То есть если у нас очень мало данных, то нам проще человеком это сделать на самом деле. Если у нас много данных, то у нас получается эффект масштаба, и нам, по сути, это дешевле делать. Спасибо, понял. А как в таком случае вы формулируете удачный промпт для того, что, то есть представь, что ты разметчик, вот тебе там столько-то, сотен тысяч строк, достань из каждого описания бренда, что-нибудь такое, да? Ну, обычно есть некоторая структура формулирования. В принципе, ее можно в интернете поискать. По-моему, даже акроним какой-то есть. Но основное это часто, что используется, какой-то контекст вводится, роль, которую исполняет, значит, четкие инструкции, что оно делает, формат вывода, может быть, какие-нибудь дополнительные, значит, уточнения, которые сильно важны в работе. И, например, какие-нибудь примеры решения. Вот обычно какой-то такой промпт достаточно неплохо заработает, если сразу составить. Прикольно, спасибо. Это общая, в принципе, вещь, которая завязана, ну, как она, сродственно тому, как LLM-ки строятся, да? То есть эта структура, она универсальная работает, но и как они учатся. Ну, не то, чтобы они для каждой работают, но в целом, да, этот поход, наверное, будет в большинстве случаев достаточно неплохо работать. В принципе, как вариант, можно попросить саму LLM, дай мне максимально эффективный промпт для того, чтобы решить такую задачку. Он, скорее всего, какую-то затравку первую вам даст. А дальше можно уже руками попробовать. Прикольно. Крутите. Спасибо. Добрый вечер, Артем. Очень было интересно послушать ваш доклад. Спасибо большое. Хотел бы уточнить, вот можно ли как-то применить LLM-модели для составления семантического ядра при составлении рекламных кампаний в Яндекс.Директе, например, в том же самом? Если можно, то вот как? Интересно. Ну, про вот всякие SEO-истории, похожие рекламные, я, честно говоря, не то, что прям много знаю, в принципе, наверное, можно подумать. Мне кажется, что тут могут быть более простые истории работать. То есть если мы какой-то вектор на представление, вот как ребята рассказывали, имбединги построим разных слов, то мы можем просто найти, опять же, по векторной базе данных ближайшие. Вот оно, собственно, скорее всеми семантической ядрой будет. Те, кто ближе, наверное, они друг с другом хорошо соотносятся. Как варианты первичные, можно, наверное, LLM использовать. Типа накидай мне вариантов, что к этому близко, понятию, какую-то такую историю. В принципе, можно попробовать даже с прямым запросом в семантическое ядро. Может, он это понимает, если они какие-нибудь SEO-ресурсы парсили. В принципе, возможно. Но я бы, наверное, более простой вариант использовал с поиском по векторной базе данных. Спасибо большое. Здравствуйте. Артем, спасибо большое за доклад. Хотелось бы такой общий, обобщенный вопрос про prompt, в принципе, задать. Не знаю, как бы, простите за неосведомленность такую, коннектится ли глобальные LLM-модели большие с некоторыми IP-шниками, как, например, по мониторингу курса валюты и так далее. Как вот, например, в Python, это, по-моему, если не ошибаюсь, Pyce BRF, есть библиотека, которая конкретно коннектит на курс валют, мониторинг и так далее, чтобы переводить это все. Есть такое или нет? В принципе, есть такие подходы. Во-первых, есть так называемые агенты. Это просто за доклады выходят. Но, в принципе, есть, например, агентные подходы, где строится отдельный агент, который умеет какие-то свои особенные вещи делать. Собственно, ему обычно дается некоторый набор инструментария, какой-нибудь, значит, интерпретатор питоновский либо какие-то иные инструментарии. И он в рамках своей какой-то роли, как отдельный человек, железный, что-то делает. То есть, в принципе, такие подходы есть. В рамках промта это тоже можно сделать, но, наверное, это будет чуть хуже работать. Плюс, наверное, можно, вот как ребята уже рассказывали, еще и докидывать какие-то доменные знания. Если мы знаем, что они близко, они идут, эти знания, то мы их тоже внутрь докидываем в промт, чтобы, значит, он ориентировался на них. А тогда вот еще другой вопрос. А сможет ли тогда справляться LLM-модель с разметкой такого текста, как, например, если я его запрошу, скину просто какой-то список условных товаров в зависимости от разных геопозиций и, например, задам ему запрос, что в зависимости там от курса той или иной валюты посмотри и выбери по геолокации там за счет автаможенных воздух, где это будет выгоднее купить? Мне кажется, что это нужно экспериментировать. Вот так сразу не скажу. Можно попробовать, но, наверное, тут какой-нибудь другая, значит, моделька просится. Как разметку можно попробовать сделать? Вот я, честно говоря, нужно представить, как это бы человек делал для начала. То есть я пока не очень представляю, как это человек, наверное, сделал. То есть он, наверное, садится, смотрит на данные, потом смотрит на другие. Возможно, тут просто есть алгоритм какой-то, значит, который можно впрямую сделать. Не обязательно тут даже как-то что-то сложное придумать. Возможно, просто алгоритмически прописывается шаг 1, 2, 3, 4. Так что здесь, наверное, задачка специфичная просто. Ну, то есть она как бы справляется с такой, так сказать, сложным запросом, что при самоанализе еще каком-то сама может дополнительно выбирать какие-то более выгодные, валидные какие-то паттерны? Надо пробовать. Вот тут простой совет, как везде. Надо пробовать. То есть разные задачки могут совершенно по-разному решаться и с разным качеством, особенно если они какие-то очень специфичные. Но я бы предложил сначала идти от простого. Нет смысла, наверное, такие сложные вещи, как LLM, использовать. Для начала прям реально попробовать это описать, как это человек делает, и, например, сделать какой-то алгоритм простой, а дальше уже по шагам идти. Так обычно лучше, да и сравниваться есть, чем бейзлайн какой-то появится в таком случае. Спасибо большое. А у меня работает микрофон, да? Спасибо. Я сегодня точно нажила себе, наверное, врагов, но я опять же вынуждена немножечко прервать вопросы. У вас еще будет время после помучить Артема. Артем, я думаю, что ты сейчас вручишь, да, наш мерч за какой-нибудь интересный вопрос, который тебе понравился. Мне понравился про машинный перевод. Можете, пожалуйста, как-то проявиться? Нет? Ну, нет, так нет. Значит, второй вопрос про семантическое ядро мне тоже в целом зашел. Супер. А сейчас ребята выведут сюда форуму обратной связи. Спасибо большое, Артем. Мы хотим с вами видеться... О, спасибо. Мы хотим с вами видеться почаще, рассказывать вам всякие интересные вещи, знакомить с вот такими вот классными, веселыми и талантливыми ребятами и их продуктами. Вот, поэтому очень важно, чтобы вы оставили свою обратную связь, что было хорошо, что было плохо, может быть, что-то нам нужно потюнить, и тогда мы будем понимать, что нам нужно делать эти мероприятия почаще, и мы будем стараться их делать лучше и круче. Огромное вам спасибо, что все остались до конца, кто-то слушал онлайн до конца, судя по количеству зрителей. Вы, конечно, прям герои, мы вами очень гордимся. Вот, мы желаем всем вам суперклассного, хорошего вечера, готовы с вами пообщаться после, и увидимся на новых метапах. Всем большое спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова